Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Галатам. Глава 3, стихи с 15 по 22. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном. И семени Твоему, которые есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относятся обетования, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла к Галатам. Третья глава. Апостол Павел обращается к Галатам и говорит, братья, говорю по рассуждению человеческому. То есть он апеллирует к той культуре, которая присуща нам. Повседневная культура. То есть это то, что придумал человек, и это те аргументы, которые понятны и берутся из повседневной жизни. Апостол Павел говорит, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Действительно, мы знаем, что завещание непреложно, и оно говорит о воле почившего завещателя. Но Аврааму были даны были обетования и семени его. Мы знаем, что мы называем Ветхий Завет, именно как завещание, обетование. Аврааму были даны обетования, то есть вот это завещание и семени его. И говорится о семени в единственном числе. Не сказано и потомках, о потомкам, как о многих. И не сказано Аврааму и семенам его. Нет. Семени его в единственном числе. И потомка, как бы о многих, но как бы об одном. И семени твоему, которая есть Христос. Вот это семя, о котором было сказано в обетовании Аврааму, это есть семя Христос, это единственное число, и это семя есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного закон, явившийся спустя 400 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Итак, закон Моисеев, который приходит после этого завещания Аврааму, где говорится о Христе, о семени его, закон, который пришел после этого завещания между Богом и Авраамом. Этот закон, Моисеев, он не может отменить уже прежде обетованного, уже прежде завещанного, положенного в основании союза между Богом и человеком, вот этого завета между Богом и человеком. Итак, прежде Богом утвержденного закон, появившийся после, через 430 лет, не отменяет этого завещания так, чтобы обетование потеряло силу. Нет, то, что было сказано Аврааму, в силе остается, несмотря на пришествие закона. Поэтому мы и люди становятся наследниками обетований, которые были даны Аврааму, не сквозь призму закона Моисеева, ибо он появился после, но по обетованию, именно по тем отношениям, которые были заложены между Богом и Авраамом. Соответственно, если по закону наследства, если мы становимся наследниками обетований Аврааму по закону, то уже не по обетованию. Еще раз посмотрите логику. Бог даровал обетованию Аврааму, о семени его, о том, что именно через семя его все племена земные наследуют землю, то есть наследуют рай, спасение. Это было дано Аврааму. Спустя 430 лет приходит Моисей и закон Моисеев. Соответственно, если мы становимся наследниками обетований Аврааму через закон, то уже исключается обетование, которое было дано Аврааму. Ибо закон тогда, получается, отменяет то, что было дано Аврааму. Но нет. Аврааму Бог даровал оное по обетованию, без закона. Для чего же существует закон? Он дан после этих обетований по причине того, что возросло количество преступлений народа Божия. И он был дан до времени пришествия семени, к которому относятся обетования. И преподан через ангелов рукой посредника. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Нет, закон не противен тому, что было сказано Аврааму за 400 лет до закона. Нет, говорит апостол Павел. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Нет. Закон не противен, но закон и не животворит. Вот в чем вся суть. Писание всех заключило под грехом, дабы обетования верующим дано было по вере во Христа Иисуса. Итак, закон обличает человека в преступлении. Действительно полагает границы и говорит, что человек греховен. Ибо человек, преступая закон, понимает свою греховность. Но Писание заключило всех под грехом. То есть через закон человек понимает, что он греховен и повинен смерти, осуждению. Поэтому Писание всех заключило через закон под грехом. Вот в этом понимании, что человек греховен. Но зачем это было сделано? Дабы обетование верующим дано было, то есть то, что было обещано Аврааму спасение всем через него и через его семя всем племенам земным, это должно было прийти не через закон, а через Иисуса Христа. И мы становимся наследниками тех обетований, которые даны были Аврааму, через веру в Иисуса Христа, а не через дела закона Моисеева. Вот что доказывает апостол Павел в своем послании. Ибо противники благовестия апостола Павла говорят о том, что через закон мы становимся оправданными. «Исполняйте закон, и тогда благодать вот этого нового завета, спасения, Царствия Небесного придет на вас». Апостол Павел говорит, нет, вера первична, ибо Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность. Праведность обретается верой, а не делами закона. Закон приводит нас к вере, к пониманию того, что мы не можем спастись, ибо закон, Писание, да, заключает нас под грехом. А наследниками обетования мы становимся через Иисуса Христа, Его смерть и воскресение, в которое мы можем верить. Именно через эту веру мы обретаем с вами спасение. Вот что говорит нам апостол Павел в сегодняшнем отрывке послания к Галатам. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться, внимать словам апостола Павла и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взяться в великолепие Твое, превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok